Четвертый президентский срок Владимира Путина начинается на фоне растущего противостояния с западными державами. Отношения Запада и России испортились по целому ряду причин. Среди последних предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США и покушение на российского агента-перебежчика Великобритании. Параллельно, все большее число западных экспертов указывает на то, что из-за авторитарного управления и методов освещения в прессе президентство Владимира Путина все больше напоминает царствование. Что явно наблюдается в России, это система, при которой центральным элементом является личная власть и персонифицированное могущество Путина, как некого псевдо-царя. Тут неважно, какие у него идеи, какое у него видение будущего России. Это очень персонифицированный режим. Но подобному режиму довольно трудно управлять такой большой страной, как Россия. Источником разногласий служит и участие Москвы в сирийском кризисе. Антидемократический режим президента Башара Асада сохранился только благодаря политической и военной помощи Москвы. Одновременно отмечается, что российское общество в целом одобряет действия своего лидера и считает, что такие действия, как военные операции в Сирии, помогают возродить имидж России на мировой арене. Что мы имеем теперь, это возрождение российской автократии под руководством Путина. Другое прискорбное обстоятельство – это то, что значительную долю жителей России вовсе не огорчает нынешняя ситуация. Они хотят, чтобы в их жизни были порядок и стабильность, и поэтому поддерживают авторитарного лидера Путина. Так что я не испытываю большого оптимизма по поводу будущего России. Не все на этом фоне испытывают оптимизмы по поводу состояния американского общества. Известного политолога и журналиста Энн Эпплбаум тревожит то, что тему российской угрозы стала для деятелей в Вашингтоне чем-то вроде разменной монеты в достижении политических целей, связанных не с Россией, а с процессами здесь, в США. Два или три года назад тема России не особенно привлекала лица в Вашингтоне. Да, ею интересовались эксперты, связанные с Восточной Европой и другими темами. Но Россия не являлась первостепенной задачей внешней политики. Все это изменилось после российского вмешательства в американские выборы 2016 года. К тому же это еще и раскололо общество на два лагеря. Есть политики, которые понимают важность российской проблемы, но не хотят публично это обсуждать, чтобы не спровоцировать изменения внутри американской политической системы. Есть и те, кто говорит о России постоянно, но как раз с тем, чтобы добиться изменений в политической системе. Так что пока у нас нет единства. Многие западные политологи, например, специалисты из британского института Chatham House, предлагают оставить открытыми двери для возобновления сотрудничества с Россией в будущем. Но произойдет ли сближение во время президентства Путина или уже при следующем режиме, пока предсказать невозможно.